Абхазия Люди отзывчивые, приветливые, погода жаркая, рядом море и куча зелени Чего реально не хватало, так это английского языка, как будто кусочек путешествия потеря Мой рюкзак всегда в пределах 10 килограмм, со мной пенка, спальник, палатки нет Для съемки Стаба Диджай, телефон Самсунг, все это помещается в телефонную сумку Я искал попутчиков, но в результате отправился один У меня есть пара девизов Первый, если я хочу, если я нуждаюсь, я могу Второй, вроде шутки, мы заняты заодно, приключения следуют за мной и находят даже в самом спокойном месте Я ищу новых для себя людей в путешествиях, люди самое главное Вообще, надо сказать, что Абхазия страна небольшая Тут километров 200 всего И, соответственно, почти до всех мест можно добраться пешком Пешком или на автобусе, или еще на чем-нибудь КОНЕЦ ПЕСНЯ КОНЕЦ Вообще хочу сказать, что природа в Бабхазии намного интереснее, чем в Сочи. Смотрим по сторонам и везде одна зелень. Какие-то горы, со всех сторон будут птицы, что-то стрекочут. Постоянно есть на что посмотреть, постоянно. Многих деревьев, мне кажется, я даже не видел. Я в них не очень сильно разбираюсь, но, мне кажется, я их все равно не видел. Всех этих деревьев у нас не растет, многих из них. А как вас зовут? Леня. Леня? Леня. А Веня? На дорогу идешь, с этой стороны ходишь, спускаешься вниз на дорогу. А там две развилки будут? Одна на водопад, другая на это, да? Да. Ага, ну понял. Ага. Там еще Хрисабошкий конек. Что там еще? Хрисабошкий конек. В общем, я в Абхазии всего лишь там несколько часов, типа полдня может быть, да меньше. И меня уже задерживала полиция. Короче, кстати, она тут совсем недавно там промелькнула их машина в обратную сторону ехала. Ну, не знаю, что они от меня хотели. Лишь предположение. Может быть, я там, типа, наркотики переправляю или что-то такое. Остановились. Добрый день. Вы кто такой? Что вы тут делаете? Один ли вы здесь? Чем вы занимаетесь? Откуда прибыли? Сколько здесь находитесь? Куда идете? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Очень странно, очень странно, очень странно. Очень странно. Первый турист на их пути. Ну, в общем, поспрашивали. Минут десять и... И вот я лежу, отдыхаю здесь. Полиция ко мне претензий не имеет, к счастью. Говорят, будьте осторожны. И... Уехали. Отсюда, кстати, офигенный вид здесь. Обдувает ветерком. Здесь такой себе топчан. Так-так-так. Мне тут все говорили, что Абхазия страна. Страна рассчитана на туристов. Которые постоянно зарабатывают. Ну, знаете. И про то, что страна, она не богатая. Будет непросто путешествовать автостопом. На самом деле, такого автостопа и не было, но... Ну, то есть, был, был. То есть, два раза. Первый раз меня подкинули до Белых скал. Это было, ну, не то, что прямо с границы. Ну, в общем, подкинул мухачок. Второй раз, вот прямо сейчас, в горах, дед Веня. Дед Веня подкинул меня. Ну, и немножко по дороге рассказал. Ну, ничего принципиально нового не сказал. Но, на самом деле, отзывчивость этих людей вообще поражает. И, ну, не потрясает. В общем, очень радует. Очень радует. Поэтому, будем думать, что все будет продолжаться именно так. Я начал идти вдоль реки. Река, вроде бы, не то, чтобы прям супербурная или какая-то грязная, что бы. То есть, она чистая, она реально клевая. И даже вода в ней холодная, кстати. В общем, не так-то просто оказалось идти там, где хоть сколько-то, хоть чуть-чуть бурное течение. Там, где булыжники и там, где ты ожидаешь, что тебя снесет. Кстати, я вообще-то с самого начала знал, что здесь будут такие переходы. Но, вообще, не подготовился. Как всегда, у меня в запасе есть всякие веревочки. Есть нож, там еще всякая ерунда. Тапки резиновые. Которые я в своем путешествии, ну, очень редко использую. Ну, прям, когда уже останавливаюсь на каком-то месте. И вот, просто для того, чтобы перейти вброд какие-то места, я использую их в первый раз. Веревочки и тапки получаются, как это называется, сланцы. Это называется, как это называется вообще. Как вам река? Как вы, это, сумели, не замочив, пройти всю реку? Говорят, там. А вы уже высохли? Далеко нам еще? Да, на каньон. На каньон? Да. На каньон? Да. На реке. Ну, ладно. Я займусь на комнату. Музыка Как в этих стрелялках Уходим от противника Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Субтитры добавил DimaTorzok Итак, друзья. Итоги первого дня в Абхазии. Я в восторге от Абхазии. Это всего лишь первый день. И пока что все стереотипы, все советы, которые мне давали, а что мне давали, какие советы, ну то есть, что мне рассказывали об Абхазии, тебя не будут подвозить. Потому что они на этом зарабатывают. Тебя никто не примет в дом на одну ночь за небольшие деньги. Это неправда. Люди в первую очередь стараются заработать на тебе. И это тоже неправда. Люди очень сфокусированы именно на заработке, а не на каких-то человеческих отношениях. Говорили мне разные люди. И это тоже неправда. И я счастлив, потому что это не так. Я, как обычно, то есть, своим друзьям, знакомым, я уже рассказывал о том, что сколько бы я не планировал, чего бы там я не хотел, в моих путешествиях не получается так, чтобы ты прям спланировал и все идет по плану. Вот это вообще не про меня. Прям стопудово не про меня. Я собирался перейти границу сегодня с утра. Ну там в 8 часов. Мои друзья сказали, что с 8 до 10 там дофига народу, и поэтому давай туда ходить не будешь, а придешь, допустим, к 10. Я пришел к 10 и забыл снять деньги. Отстоял почти всю очередь, вернулся за деньгами, вернулся обратно в очередь. Естественно, перешел границу я уже в половине 12. Что дальше? Автостоп. Автостоп. Я специально этим не занимался. Но уже через некоторое время меня забрала машина с хозяином одного из отелей, и он меня подвез до Белых скал. Белые скалы меня особо не впечатлили. Белые скалы, в общем. Но пляж был очень крутой. То есть самое крутое в этом пляже то, что там нет никаких ограничителей. Да, да. Там нет буйков, там нет вот этих орущих спасателей. Сабуйки не заплывать. Те, кто на сабсерфе находятся, не плавайте дальше. Это те буйки уже ограничивают. Короче, есть первые буйки, есть буйки вторые. И вторые буйки ограничивают уже зону, с которой начинается зона катеров. В общем, всего этого нету. Бескрайнее море, люди, которые где хотят размещаются, где хотят плавают. В общем, это очень круто. Дальше я собрался от Санрипша. Санрипша идти в Хашупсинское ущелье. Нет, не ущелье, как это по-другому называлось. В общем, по реке Хашупсе должны быть крутые виды. И, собственно, реку Хашупсе я нашел. Во время ходьбы, то есть я прям со всеми здоровался. Это вот как раз про меня. Я люблю людей, я люблю с ними общаться. И во время своих путешествий это первое. Чем я занимаюсь, я знакомлюсь с людьми. Я познакомился с дядей Ваней, я познакомился с Степаном, я познакомился с дядей Веней. В общем, Степан и дядя Ваня, дядя Ваня, они меня пригласили переночевать у них. Я сказал, что если я смогу, то я вернусь. Если не смогу, то переночую где-то в другом месте. Так вот, всему этому было не суждено сбыться. Потому что, когда я пошел по реке Хашупсе, я действительно прошел всю реку. То есть я, ну, сегодня всю реку, всю, всю до того места, где было отмечено, что там должно быть кафе. Кафе там не было. Там вообще непонятно, что было. Хашупсе закончилось. Началась Жеопсе. Звучит, да? Жеопсе. Меня должно было насторожить уже то, что в один момент поменялся цвет реки. И поменялся не только цвет реки, а поменялось направление реки. То есть если река текла вверх, ну, не вверх, то есть в общем, я шел по течению, то теперь река текла с горы и она текла в обратную сторону. Ну, и в общем, где-то там, где я проморгал, то есть когда я это прошел через лес, там токатанные дорожки были, в общем, где-то они соединились. Река была чистая, Хашупсе, а стала такого глиняного цвета, в общем, мутная. И вот это тоже должно было меня насторожить. Но нет, я перешел, в общем, было уже непросто. Я там перешел буквально по пояс, в течение такое прям нормально, чуть ли не сбивает. Но я перешел, в общем, и оказался с другой стороны Хашупсе. Чуть не потерял тапку в грязи после всего этого. А потом засомневался, потом засомневался, после таких трудностей почти с потерянной тапкой, в общем, засомневался и проверил. Выяснилось, что я уже достаточно далеко ушел по реке Хашупсе и возвращаться сегодня в обратную сторону вообще не имеет смысла. То есть имеет смысл разобраться, как дойти до ближайшей деревни, которая находится в горах. В общем, я добрался до деревни, которая называется Аздрипиш, по-моему. Там была еще одна небольшая деревенька рядом, но я добрался именно до этой. И все. Прошелся немножко по деревне, и тут меня приютил Арам. Я даже подумать не мог, что когда я отправлюсь в джунгли, ну, то, что заблужусь-то, это вот как бы ничего нового. Что когда я отправлюсь в джунгли, я буду ночевать в комфорте. То есть сейчас я нахожусь прямо на кровати, нахожусь, что у меня будет душ, горячий душ. Горячий душ на вершине горы. Ну, одно из гор. То есть это не самое высокое, но сюда вода поступает самотеком, и поэтому ее здесь столько, сколько нужно. Значит, что я тут поужинаю и, в общем, с комфортом проведу ночь. Моя первая ночь в Абхазии, в офигенном, клевом доме у Арама. Такой день.